Здравствуйте! Правда Севера, областная газета в Архангельской области, издается с 1 апреля 1917 года. В 1968 году газета была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. У газеты менялся формат, название, руководители, учредители. В 2009 году пост главного редактора областного печатного издания заняла Светлана Лойченко, сменив на посту известного журналиста Александра Сахарова. Сейчас Светлана Николаевна не только редактор газеты, но и сайта «Правда Севера». И наш телеканал вот уже скоро год идет с этим изданием в одной информационной связке. А повод для нашей встречи весьма приятный. Награждение главного редактора областной газеты званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Здравствуйте, Светлана Николаевна! Награда ожидаемая? Ну, наверное, наград ожидаемых не бывает. Конечно, мне было приятно ее получить. Я очень благодарна всем, кто как-то приложил к этому руку, друзьям, которые поддержали коллективу, разумеется, поскольку журналистика дело артельное. И, ну, наверное, есть много профессий артельных, но, наверное, есть индивидуальные, которые человек может сказать, ну, да, вот я сам... Это я лично добился, да? Я пел там, да, вот красиво, там, не в хоре, а мы же все в хоре поем. Поэтому, конечно, как иначе, очень благодарны коллективы. Вот у вас ведь путь очень большой проделан в журналистике, да? А как вы попали? Как решились пойти? Да не знаю даже, как и решилось. Это самой странно, потому что ничто не предвещало и выросло в селе. Ну, вот какая-то была как-то... Чуть стихи сочиняли в юности, нет? Ой, это, конечно, неловко вспоминаю, но все сочиняли, но это, конечно, такой момент жизненный. А так, да, у меня были хорошие сочинения, которые как-то так... Мне это нравилось, у меня это получалось. И, да, я пошла на факультет журналистики. Где учились? Киевский университет. Украина? Да, братская страна. Вот как! То есть вы все студенческие годы там прошли у вас, да? Ну, я родилась на Украине, я закончила Киевский университет. Когда я поступала первый год, был какой-то дикий конкурс, 32 человека на место. А я после школы, это было нереально поступить. Ну, я обрела некий опыт. А когда я поступала на второй год, это был первый велитворческий конкурс. И у меня очень хорошо он прошел. И как бы у меня такая была немножко открыта дорога. Ну, я как-то экзамены удачно сдала и поступила уже на факультет журналистики Киевского университета. Судьба привела на север? Да, она не привела. Вот у меня как-то вот, я не могу сказать, что судьба привела. Потому что, когда я в детстве прочитала Чука и Гека... Ура, мы едем в Холмогоры. Да, вот Гайдара, да, известные. Вот у меня настолько было очарование севера, у меня не побоюсь этого слова, может, красиво звучит. Мне все время хочется на север. Я не понимаю, что это, почему так. Я как-то равнодушна к югу, это правда. Иначе я тут бы не была, я имею в виду, на севере не была. Я здесь уже очень давно, больше 30 лет, 35 лет уже будет. Это уже моя среда обитания, я очень хорошо себя здесь чувствую. Ясно, что есть у меня моя малая родина, очень любимая. Разумеется, куда я каждый год езжу, там у меня друзья, родственники. Ну, это вот моя среда обитания, я здесь себя очень хорошо ощущаю. Сколько лет связано вот из этих 35 с правдой севера? Мне трудно сейчас это вычленить, потому что начинала я работать в Северном комсомольце. Прекрасная газета, очень любимая газета. Мы тогда очень хорошо, тогда была такая связка молодежки. Поэтому тоже есть ощущение, что это была такая связанная. Единая такая. Потом я пошла, я работала корреспондентом или обозревателем, как там это называлось. Была замредактором, мы там уходили, приходили, были всякие моменты. Но вот вы знаете, правда, Севера, это не только для меня, даже людей, которые не работают. Это вот такая, как тоже малая родина, что-то есть какое-то в этой газете. Люди привязываются очень сильно. Может, потому что почти 100 лет, чуть больше двух лет, она никогда не закрывалась, эта газета. И она что только не прошла, и войну прошла. И вот только представить, вот столетие, да, целый век можно посмотреть каждый день жизни области. Вот открыть и посмотреть, вот чем жила область, там, я не знаю, условно говоря, там 30 апреля, 37 года или там 10 мая, там, 45. Часы, чтобы не случилось, газета выходила. Да, ну вот был момент, когда не была она ежедневной, вот тут всякие там были моменты. Сейчас она снова мы восстановили, она снова ежедневка. И газета, она еще передает не только информацию, а ауру, ощущения. Люди выстраиваются под это. Да, да, да. Даже вот есть такой анекдот, очень старый, там, в анкете, были у вас колебания, ответ, колебался с линией партии. Газеты тоже колебались и колеблется, но это тоже очень видно, когда там читаешь и смотришь, вот эти ощущения, которые были у людей, они тоже интересные. А что сегодня из себя представляет наша областная газета? Сегодня... Кстати, сколько полос? У нас в неделю мы выпускаем 64 полосы всего. Всего. Это очень много. Мы выходим вторник, 8 полос, 32 полосы. Мы выходим среда, 8 полос, четверг. У нас... Мы попробовали возродить формат А2, вот как старая. Да, да, да. Мы его сначала... Нам очень не нравился, теперь нам очень нравится. Выходит 4 полосы формата А2, она такая больше бизнес, политика, экономика. Почему-то мы ее полюбили. И вы знаете, читатели нас выписывают, мы думали, что нас не будут... Ну, будут выписывать там, смотреть люди, которые ближе к бизнесу, там, в классе-то. Им посмотрели, кто выписывает, там, не знаю, «Онега», «Верхняя Тойма». Да, вот вы уже упомянули. И суббота в 8 полос. Ага, упомянули. «Онега», «Верхняя Тойма». Куда еще доставляется газета? В каких моментах? Да вы знаете, куда она только не доставляется. Сейчас я попросила, вот надо было взять распечатку, куда только по почте доставляется. У нас несколько моментов. Там и «Мудюк», и «Нижняя Пеша», и «Золотица», и, я не знаю, «Нарин Мары», и «Округ». Бывает, но мы знаем, что нас иногда выписывают на целые не только дома, а и улицы. А тираж упал, кстати, или нет? Вы знаете, удивительным образом у нас тираж не упал. У нас тираж сохранился. Переживает сейчас журналистика печатная, в частности, этот момент. Тиражи падают, ну, по понятным причинам. У нас тоже, у нас очень трудная ситуация в области. Какая? Она традиционно трудная, не то, что сейчас. Это, как говорят у нас на севере, папажа, да? То есть попасть в Дирешуконе, где Котлас и Почта. Мы знаем, как это дорого и сложно. Службу распространения мы не можем создать в области по понятным причинам. В городе у нас есть, в области это сложно. Сейчас пытаемся как-то наводить контакты там и с районными газетами, как-то, чтобы им было выгодно и нам было выгодно. И, тем не менее, у нас сохраняется тираж, к чему мы очень рады. И даже где-то у нас какие есть и рост. Поклонники уже есть у газеты, да? Ну, я все-таки не сказала, что это поклонники. Кто ждет, вот вы говорили, там... Я бы сказала, что это... И Шукония, Мудюк, это же ведь, наверное. Да, там по всем маленькие села, очень много каких-то мест таких отдален. Да, но это, я бы сказала, и друзья газеты, и соавторы. Потому что газету ведь делают... Да, вот как раз вот об этом. Вы уже помянули, что все-таки переживает кризис бумажные издания, да? И вы все равно вот в эту всю Архангельскую область у нас охватывает областная газета. И я знаю, что попасть, чтобы о тебе написали в областной газете, это престижно, это здорово. Да, это престижно, это действительно престижно. То есть так, что не коснулся кризис? У нас коснулся, всех коснулся, естественно, коснулся. Но как-то вот удается удерживаться. А насчет престижа... Мы когда-то вот с вами тоже бываем на СИЗАМе, это ассоциация с Миссией Северо-Запада, которая проводит свои конференции. И это было несколько лет назад, наш коллега из деловой газеты петербургской, он как раз сказал, что у них резко пошла реклама, именно и имиджевая реклама, именно на, как нас говорят, на бумажном носителе. Потому что печатное издание — это документ. Он воспринимается как документ, который можно посмотреть, который можно отложить. В интернете вот оно появилось очень быстро, но оно куда-то исчезло. И иногда люди говорят, а где-то читал в интернете, я не знаю где и как. А потом еще и для сохранности. Сейчас уже специалисты говорят, что информация, скорее всего, самая сохранная, это именно на бумажных носителях. Потому что делали, сохраняли и сначала на кассетах, дискетах, сейчас цифруется. Но не дай бог каких-нибудь вспышек или чего-нибудь, мы не знаем, что будет с этой информацией. А законсервированная, хорошо сохраненная бумажная вот эта версия... Вы уверены, что с бумажной газетой ничего не сделаете? Нельзя быть ни в чем уверенным. Я думаю, что какое-то время бумажный носитель будет жить и существовать. Возможно... Но на электронные книги же все равно перешли. Ну, перешли люди, многие читают обычные книги, есть очарование, продаются, покупаются, развиваются. То есть мы еще долго будем существовать параллельно? Я думаю, мы будем взаимодополняемо существовать. И это естественно и прекрасно, что у людей есть выбор, есть разные... Это действует даже на разные... Как чтение, это как вид спорта, да, можно побегать. Это же тоже вид спорта для мозга, да, можно попрыгать, можно побегать, можно поплавать. А можно порыться в интернете. Можно порыться в интернете, да. Вы дублируете сайт «Правда Севера» есть, газета «Правда Севера»? У нас есть, у нас он не построен так, что... Газета туда входит. Входит, да. Но у нас идет, естественно, мы постоянно обновляемый. Там идут основные темы газеты, не основные, и самые разные. То есть это такое взаимопроникновение газеты бумажной. И мы понимаем, что при всем при том моей любви вообще к бумажному носителю, бумажной версии, я очень люблю, ну, я выросла на этом, но я очень хорошо понимаю, мы все понимаем прекрасно, что без развития интернет-версии это невозможно. У нас есть страницы ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и везде. А вот, кстати, вы себя лично преодолевали, когда вот нужно было так активно входить в соцсети, в интернет, в глобальную сеть? В глобальную сеть. Или как-то у вас быстро вот эта перестройка произошла? Нет, я просто есть понимание, что это необходимость. Собственно говоря, первый носитель журналистской информации, это тоже свое... Вы побаивались, наверное, что поглосят интернет, газеты? Да, как вам сказать, понимаете, сначала было все это на камне, да, и это самый сохранный вид. Потом были береста, другие, да, там папирус где-то, самые разные. То есть вы к эволюции относитесь спокойно? Да, и, наверное, можно было сказать, ой, все умерло, все на бересте, никто уже не хочет это читать. Но переходили на другой носитель. Это просто меняется носитель информации. Уже есть аналоги бумаги, интернет-газеты, которые все равно люди привыкли еще, пока вот это поколение не перешло, и оно пока не перешло, ну, хочется подержать в руках. Делаются аналоги... То есть вы такой гибкий человек, да, быстро так... Но это неизбежно, неизбежно, потому что а как? Ну, а вот неизбежности стали говорить, но это все касаемо все-таки формы, да, носитель и так далее. А ведь есть еще содержание, оно-то меняется. Вот ты, кстати, недавно прочитала, что прошли десятилетия, там, а то, может быть, и столетия, а ничего не поменялось в журналистике. Слово как было, гонимо там, да, свободное, правда, любивое, так, в общем-то, на него нападают и сейчас. Ну, в этом плане, наверное, да, и это не потому, что там кто-то злой, кто-то добрый или хотят погонять журналистику. Естественно, как это есть яд, есть противоядие, и в мировом сообществе есть вот всякие приемы, как уйти от гонений, там, изопов язык и так далее. Это всегда было, есть и будет, но главная граница, да, до каких моментов. Потому что от свободы слова, от какого-то уровня свободы слова, на самом деле, зависит экономика, зависит развитие общества. Просто, может, мы не понимаем и недооцениваем до конца, но я считаю, что тот период, в который мы пришли, он очень маленький. Вот это становление, переход, я работала и в советской журналистике, в которой было тоже много чего хорошего, были очень четкие и понятные правила, там были, как сейчас говорят, коридоры очень хорошо выстроены, но, вы знаете, я бы не очень хотелось возвращаться. Не очень бы хотелось, но я тогда работала там корреспондентом, ну, чем можно было, можно было найти свою нишу, например, там, сесть на теплоход и поехать по Северному морскому пути. Кстати, я прошла по Северному морскому пути, и ты, ну, дала редакцию, у нас затерло, правда, рейдами, нельзя было туда выйти с этого Северного пути, и потом там три месяца, там, ты где-то дрейфуешь, но такие можно себе было организовывать. Я много чего такого, и как и другие коллеги организовывали, там, со строя отрядом ездили, и работали с ними, и так далее, и так далее. С даярками фирмы просто приезжали, работали. И можно было писать, и делать, и решать, и тогда журналистика многое решала, вот, поверьте, на самом деле решала, и, может быть, даже больше, потому что... Письмо позвало в дорогу, да? Да, 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 это рассматривали, там, очень серьезные обкомы, и так далее. Но, если бы пришлось выбирать, все равно, вот, при наших неустойчивых, скажем, отношениях со всем, и сообществом, и со всем, что входит, и журналистикой, я бы все-таки вот это время, оно, может... Сегодняшнее. Сегодняшнее. Оно очень такое, может, в чем-то, как в любое время становление сумбурное, но я бы выбрала его, потому что все равно интересно, можно, можно делать, можно решать, многое от людей зависит. Но ведь мы же уже, вот сейчас не один год выходит эта тема на первый план, это подмена журналистики, пиар-журналистикой, даже журналистикой, наверное, ее нельзя назвать, да, пиар-публикациями. Вот здесь-то как быть, вот здесь какую-то грань надо искать, золотую середину, или здесь совершенно однозначно, да, это есть черное, есть белое, не надо смешивать. Знаете, в тех, скажем, сообществах, где эти правила давно вырабатываются и выработаны, мы даже обратимся к Америке, у них много чего можно посмотреть и взять вот в отношениях. У них все это сделано очень правильно и понятно. Реклама, в том числе и пиар, пиар это, в общем, ничего плохого, пиаре нет, только хорошее, потому что просто у нас она исказилась. Это просто другая профессия, ее нельзя смешивать с журналистикой, я совершенно согласна. Ну, и вот эта журналистика, она буквально через дорогу. Там у них даже рекламные службы, они находятся ни в одном здании, даже не смешиваются, что вот, территориально они не смешиваются. Через дорогу рекламная служба, пиар, все дела, а здесь журналистика. И журналист, который занимается пиаром, он уже как бы вне общества. У нас, к сожалению, так сложились, мы тоже пытаемся отделить это дело, но так сложилось, у нас не хватает, как сказать, дыхалки, духа. Конечно, когда журналист идет и пишет пиаровский материал, а потом идет же и делает какой-то другой материал, ну, это очень не здорово. Единственное, что мы сделали, у нас такое было раньше понятие джинса. Да, да, да. Оно где-то вообще, по-моему, сходит, но это такая, знаете, под видом журналистки. Мне кажется, что оно снова направляешься. Может возникнуть, но оно настолько сейчас очевидно не только специалистам, но и читателям, что нет уже смысла. То есть ты делаешь нормальный журналистский материал, или ты делаешь материал этот пиаровский, ну, материал рекламный, да. Ну, это, ну, мы тоже создаем сейчас, и да, у нас она была, и, как видоизменялась, да, у нас и есть журналисты, которые работают в основном, делают рекламные материалы, они их в основном и делают. Да, но ведь и доверие самим, и доверие общества падает, да, к СМИ, когда… Конечно, конечно, ничего нет плохого в рекламе, абсолютно ничего, да, и заказчики должны понимать это. У нас, если вы обратите внимание, в соцсетях мы пишем рекламные, а теперь рекламная пауза. А давайте-ка мы вам, друзья, расскажем, как прекрасно там строят дом. Вот, ну, люди понимают, что это реклама. Мы рассказываем, что они хорошо там строят дом, или там вот продаются такие прекрасные какие-то там продукты, я не знаю что. Но там написано рекламная пауза. Мы пишем, что это реклама, и… А заказчика это оскорбляет? Нет. Мы сейчас рассказываем и объясняем. Если бы она оскорбляла, они бы нам не шли бы и не давали эту рекламу. То есть они сейчас стали понимать, что лучше разговаривать честно, больше доверия и к тому, и к сему. А когда ищется какой-то ход… И общество больше доверия. Конечно, когда ищется какой-то ход, ой, вы знаете, мы зашли, а там купили… Нет, люди тоже должны понимать, что это реклама. Можно найти очень интересные ходы. Иногда реклама бывает скучной, иногда, я думаю, они делают какие-то пиары. Бывает же, мы размещаем, ну, вроде как материал, как материал. Но я думаю, для кого он рассчитан, как будто его никто не почитал. К сожалению, это есть. Но снова же ничего страшного в этом нет, потому что у нас не было… Когда мы узнали слово пиар и реклама, и сразу мы его как-то хватили, потом еще мы его извратили. И потом общество так, а, вы занимаетесь пиаром. Есть профессия, да, они занимаются пиаром. Я приводила этот пример. Ну, вот, как бы я сама его придумала, я его, может, повторю. В чем отличается журналистика, скажем, от пиара, когда человек приходит к мастеру заказывать костюм, да? Если мастер делает классный костюм, немножко там что-то у него перекособочено, но он его выходит в великолепном костюме. Никто не скажет, что мастер врет. Ведь никто не скажет, нет. Этому человеку идут, ему заказывают костюм, и там все хорошо. Он подчеркивает достоинства, скрывает недостатки. Это пиар. А журналистика, она как раз должна показать все. Она должна, грубо говоря, вот это вскрыть и сказать, да, вот у него тут... Тут он прикрыл чего-то. Да, вот он прикрыл, да. И это нельзя смешивать, я совершенно согласна. Но нельзя сказать, что пиар — это плохо. Но это вот надо понимать, что это пиар, что это имиджевая реклама, что тебе дают, естественно, такой образ облагорожен. Там есть масса пиаровских моментов, там это же целые там службы пиаровские работы. А скажите, газета может сегодня выживать самостоятельно? А что значит самостоятельно? На самоокупаемости. Что заработал тем же самым рекламным? Мы, собственно говоря, выживаем на самоокупаемости, наверное, вы имеете в виду без взаимоотношений с властью, да? Это имеется в виду, потому что мы живем на самоокупаемости. Ну да, 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 без господдержки, так скажем. У нас, я бы не сказала, что у нас есть господдержка, у нас есть информационные... У нас мы... Ну, в газетах это называется информационное обслуживание, да? Нет, это не обслуживание, понимаете, это немножко, снова же, термины здесь имеют большое значение. Мы бы, я думаю, любое бы издание очень бы было счастливо, если бы оно могло вышить на той же рекламе. Но здесь тоже есть свои ловушки, потому что если у тебя очень крупный рекламодатель, ты от него тоже можешь... Это везде есть. Ты можешь тоже в такую зависимость впасть, что какая разница, от кого ты упадаешь в зависимость. Хорошо бы вот какой-то был такой, скажем... Понятливый такой. Да, нет, вообще лот, скажем так, рекламный, который вот все бы уравновесил. Но у нас знаем, какой рекламный рынок. Даже в той же Норвегии или там в скандинавской стране, где прекрасный рекламный рынок, у них там есть, как вы сказали, господдержка, но там просто даются... У них выделяются просто деньги на поддержку свободы слова. И никто за это ничего не... Не просит отчитаться. Не, збави бог, там просто сразу. У нас, мы, как и все другие издания, участвуем в конкурсе на освещение деятельности. Это не обслуживание. Это действительно... Нет, можно, конечно, так построить политику, что мы можем обслуживать. Это уже другой разговор. Это уже мы как бы будем исполнять. Но там в контракте надо читать. Там четко написано. Мы вот как раз... Это в госзадании. Вот это то, что называется госконтракт. Ни в коем случае там никого не пиарить, а рассказывать о политике. Они могут рассказать, и мы можем рассказать. Но с одной стороны. С вами, по-моему. О политике. Вы понимаете, там не с одной стороны... Это не совсем журналистский материал. Мы, например... Вот это и есть пиар-материалы. Они пиар-материалы. Но там все это обозначено, там все понятно. Мы рассказываем, например, о законе. Допустим, люди, которые его готовили, они его рассказывают о его достоинствах или о чем-то. Мы даем им слово. Но потом мы можем обсуждать это сколько угодно. Мы это делаем. И со всех сторон можем обсуждать. Я говорю условно о законе. Или рассказывать там о каких-то... То, что власть может разъяснять свою позицию. То есть здесь очень важна позиция все равно редактора, да? И понимание. Конечно. Вот этого равновешенности. И так же диалог. Потому что с властью всегда непросто выстраивать диалог. Я имею в виду власть и пресса. Сейчас, в данный момент, у нас как-то в добрый час будет сказано. Оно сложилось. Все неплохо. У нас есть информационный договор. Это самый крупный с администрацией области. И со правительством Архангельской области. Есть информационный договор с собранием и горсоветом. И как-то мы находим... Мы не испытываем никакого там особенного давления, что вот так. То есть все уже выработали. Цензуры у вас нет. Ну, цензура, что означает цензура? У нас никто не вычитывает, не читает материалов. Это тоже такой и западный вариант. До того, как они выйдут. Мы, естественно, показываем материалы, которые... Интервью. Которые человек говорит, вот его слова. Ну, потому что бывает... Ну, понимаем, интервью, оно огромное. Там это все компилируется. И чтобы человек узнал. Ну, это его слова. Он имеет право его вычитать. То, что, собственно говоря, по закону печати. Ну, никто не может попросить и потребовать вычитать материал. Журналист, или... До его печати. Если это, ну, не требует... Это не требуется. Вот вы каждый... Практически все время очень часто публикуете в газете колонку редактора, да? Где... Это больше ввеление души какое-то, наверное. Да? Как тему выбирается? Ну, она как-то так... Когда-то давно в другом издании мне обязывали это делать. И сказали, чтобы колонка была, это условия непременные. И просто без колонки не может выйти газета. И с одной стороны, вы знаете, когда тебя вот обязывают, вы неохота там. Но когда вот эта неотвратимость, все равно ищешь... Это заставляет работать. Сейчас у меня нет такого, скажем, чтобы кто-то там с учредителя, или кто-то сказал, да, для нас ваша колонка важна. Такого нет. Никто не ставит такой задачи. Но уже какая-то вот привычка выработалась. Я... Меня практически в каждом номере иногда, может, там пропускают. Или там поездки бывают, командировки или отпуск. Ну, и так бывает по каким-то причинам. Ну, уже вот такой тренаж выработался. Ну, собственно говоря, она как уже часть. Это же что-то такое, что-то хочется высказаться, да? Что-то хочется поделиться чем-то. И поделиться... Да, колонки любые. У нас, кстати, мы завели, но у нас, к сожалению, не очень систематичные, колонки журналистские, чтобы можно высказаться, свою точку зрения на какую-то тему. Они у нас по субботам. Такие авторские. Да, авторские. Одно время они у нас шли так совершенно. Это надо постоянно... Вот это как раз, когда вот меня обязывали, что умри нас сделай. То есть тоже надо, видимо, как-то более жестко. Мы вот там накрутим, там, давайте, давайте. Потом снова где-то немножко ослабевает. Потому что колонка, чем она хороша в этом плане? Человек там может высказать свою точку зрения, любую. Он может, она может быть такая, там, не такая. А читатель, кстати, может высказать? Да, пожалуй. У нас есть мир мнений. Понимаете, мы сохранили мир мнений. Он у нас выходит каждый в среду на развороте. И до сих пор нам пишут письма. Снова же это слово бумажный носитель. То есть в конвертах люди пишут письма. Естественно, на электронной почте. Иногда мы записываем по телефону. И такое бывает, когда человек совершенно четко высказывает. Ну, он говорит, я не могу вам написать, мне некогда. Но я готова это высказать. Естественно. И то, что мы это поддерживаем, и мы сохраняем это, это очень важно. И точка зрения, она может быть любая, но этим она и хороша. Да, вот мы с вами все о газете, да. Но все-таки вот есть сайт, есть сетивизор телеканала ПС на сайте. Это тоже, в общем-то. Да, нам очень радостно, приятно, что это есть у нас. Особенно, когда это прямые трансляции. Да, хорошо, это хорошо. Хорошо. Это хорошо, безусловно. Но снова же это, когда что-то появляется новое, мы всегда к нему привыкаем, протираемся и ведем с вами, ведем этот диалог. Как выстроить отношения. Это тоже очень короткое время, это чрезвычайно короткое время. Чтобы это тоже писать в одну канву. То есть это у нас уже телевизор, газета, интернет, сайт, да? Это все вот у нас уже... Ну и социальные сети примкнувшие. Да, красивым словом, конвергентная журналистика. Ой, чудесное. Чудесное слово, да? Чудесное слово. И хотелось бы, чтобы вот это, я не буду повторять это слово, чтобы были такие журналисты, они очень ценятся, они есть и в России, и на Западе, когда такой универсальный солдат, их, может, не все должны быть, могут люди, которые должны быть там, обозреватели. А может быть, просто кто-то вот читает, смотрит и хочет тоже высказать какое-то свое мнение или написать что-то, да? Ну да, так это тоже, пожалуйста, да. Ну вот, я думаю, что мы будем тоже... Те же самые блогеры. Блогеры, так они же... Колонка — это тоже что-то среднеблогерам. А вот эти универсальные солдаты, которые могли бы что-то снимать, такое оперативное, быстрое, то, что можно снять без участия настоящих профессионалов, которые работают на телевизоре, какие-то сюжетики, которые могли делать там и для радио, и для газет. Я думаю, что это время подходит, и оно будет. И, ну, снова же, у нас, правда, все быстро развивается. Очень быстро, если учесть все наши еще потрясения, то я имею в виду не именно, правда, Север, а вообще журналистика при всех вот этих взлетах, падениях, она идет и развивается. Да, мы с вами не поговорили о кадрах, вот мы затронули интересную тему «Универсальный журналист», но как-нибудь в следующий, наверное, раз. А вот что не хватает, на ваш взгляд, сегодня современной архангельской журналистики? Я думаю, ей, в общем-то, хватает всего. Наверное, проблема как бы в дозировании вот этого всего. Есть и свобода, может, и хотелось бы там побольше. Есть мастерство, и кадры есть, и какие-то возможности есть. Вы знаете, у нас хорошая журналистика архангельская, все познается в сравнении. Снова же, я имею в виду не конкретно, правда, Севера, хотя у нас работает, у нас качественное издание, у нас работают очень хорошие журналисты, но я смотрю другие издания, те же районки. Особенно, когда приезжаешь на какие-нибудь мероприятия, там, северо-запады или России, смотришь другие газеты. Снова же не хочу так в пику, что вот мы такие красивые, тут умные в архангельской области. Вот есть такая традиция хорошей, качественной журналистики, и она в архангельской области сохранилась. Я имею в виду это и телевизионную журналистику, и там сейчас уже интернет-журналистику. То есть у нас хорошие качества, нам всего хватает, нам бы еще вот это как-то все сорганизовать, и я думаю, что у нас неплохое информационное пространство. Награду журналисту, вам выдали награду, как журналисту заслуженный работник культуры. Вот и приравнивается культура, приравнивается к журналистике, да, получается, что вот вы как-то здесь расцениваете. Вы знаете, да, очень спасибо, это так все случаи, что спасибо за вопрос. Когда получали эту награду, я говорила там ответное слово, я как раз об этом сказала, что очень важно, чтобы вспомнили, что журналистика — это часть культуры, это инструмент культуры. Она сама уходит в это пространство, она его формирует. И та же правда севера, она сшивает это информационное пространство, вот как, знаете, такими люди хотят знать и понимать, чем живет регион, хочется. Это сшивает и телевидение, и другие средства массовой информации. И этот инструмент культуры, который можно использовать очень по-разному, или для создания культуры, или для разрушения, это тоже вариант, но это другая тема, об этом тоже можно говорить. Но то, что журналистика — это, безусловно, часть культуры, и то, что, ну, вот эта награда, она как бы признание этого, что журналистика — это культурная среда, и в том числе, правда, севера, которому сто лет, это, конечно, пласт культурный, очень серьезный культурный пласт, и заслуга — это целых поколений читателей, журналистов, писателей, поэтов, которые очень многие вышли, и там столько имен. Безусловно, это культурная среда. Поэтому это очень приятно, что это уже как бы признание того, что журналистика — это культурная среда. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Вам спасибо. И удачи, и «Правде Севера», и вам, и всему коллективу. Спасибо. Тоже. В студии была Светлана Лойченко, главный редактор ООО «Правда Севера», заслуженный работник культуры Российской Федерации. Светлана Николаевна уверена, что журналистика — это неотъемлемая часть истории культуры нашего общества. Вот такие дела. До встречи. Светлана Николаевна.